День снега в этом году прошел в ограниченном формате. Из-за коронавируса и холода многие горожане предпочли остаться дома. Однако те, кто не побоялся прийти, окунулись в мир настоящих зимних забав. Большой популярностью пользовалась площадка, где волонтерские объединения города играли в брумбол. Это аналог хоккея, только вместо клюшек используют метла, а вместо шайбы – мяч. Все происходит на снеге, а не на льду. В такое снежное морозное утро у нас мы так активно проводим время, согреваемся, двигаемся. И соревнования проходят между командами волонтерских объединений города. Каждая игра длилась 10 минут. За это время спортсмены должны были забросить как можно больше мячей в ворота соперников. Бегать по снегу было тяжело, тем не менее азарт и хорошее настроение не покидали ребят. Сплошные падения, сплошной снег в лицо. И холодно. В целом все здорово. Ну да, проиграли, все отлично. Как вообще впечатление от игры? Интересно, но сложно так это. Без физической формы вообще передвигаться по полю. Ну а настроение как? Ну зарядился чуть-чуть. День снега отмечают в нашем городе уже более 10 лет. В этом году праздник посвятили космосу. Тема выбрана не случайно. В апреле мир будет отмечать 60-летие со дня полета Юрия Гагарина. Всемирный день снега еще известен как Международный день зимних видов спорта. Инициатором этого праздника стала Международная федерация лыжного спорта. Поэтому, как вы видите, начинаем мы свое мероприятие со стартов лыжников, с пропаганды здорового образа жизни. Поэтому мы стараемся пропагандировать здоровый образ жизни, активный отдых и главное – спорт. Чтобы занимались ребята спортом. И граждане знали, что у нас есть высокие достижения в лыжном спорте. Конкурс снежных фигур в этом году перенесли в онлайн-формат. Участники лепили ракеты, космонавтов, звезды и луноходов в своих доворах около школ и детских садов. А фото своих творений выкладывали в сеть. Авторы лучших работ получат дипломы и памятные подарки. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!